Анапа – главный детский курорт России. Именно это, по словам участников комиссии парламентского собрания, и стало определяющим в выборе места проведения встречи. Опыт совместной работы с нашим городом у делегатов уже есть. Ежегодный российско-белорусский фестиваль творчества юных получил постоянную прописку в Анапе. Наш город, уверяют участники встречи, это благодатная почва для развития международных отношений. Мы не первый раз находимся в контакте с администрацией муниципального образования города Анапа. И я для себя отмечаю, что здесь работают люди, преданные своему делу и реально преданные своей территории. Они всегда отстаивают интерес города. Мне что нравится, у них есть государственная позиция. То есть не только своего местечкового, что мы должны построить, зарабатывать, начать. Они отстаивают интересы города, но они государственники. Они хотят сохранить то наследие, которое им дано для всех, для нас. Воспитание молодежи, по мнению делегатов, это сложный и кропотливый процесс. Здесь необходим постоянный обмен опытом. Тем более между двумя странами. Что касается отрасли, таматурно-корротно, именно детства. То есть здесь у нас несколько лет достаточно стабильная ситуация. У нас 36 здравниц. В этом году 37 открывается. То есть еще плюс один, это Кубанская Нева. Мы готовим документы на то, чтобы она у нас стала работать. И опять вошла в столы. У нас находятся такие большие фундаментальные центры детского выздоровления. Это «Жемчужина России», емкость которого до учреждения порядка 5000 человек. Одновременно, одномоментно сейчас там находятся более тысячи человек. Это детей, это социальная категория деток, которые требуют особой заботы, особого подхода. Делегатов интересовало все. От образовательных процессов до организации детского летнего отдыха. Особое внимание уделили вопросам межнационального единства. И здесь у Анапы есть бесценный опыт. Мы взаимодействуем с нашими лидерами честного мнения национальных диаспортах. И в рамках культурного обмена все праздники, которые у нас в 27-м гораздо большие, культурные мероприятия. Принимаем участие, оказываем содействие и грекам нашим помогаем. По итогам встречи обеими сторонами было принято решение, что до конца июня будет создана рабочая группа комиссии парламентского собрания. В нее войдут и представители администрации города-курорта. Это даст возможность Анапе в статусе постоянного члена участвовать во всех международных мероприятиях, которые будут проводиться под эгидой Союза Белоруссии и России. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа. Регион.